Я сейчас помогу вам в переносе на собственную жизнь, я повторяю, что это кажется пустяком. Вот я сейчас занимаюсь, казалось бы, милой пустяковой фразой просто. Вот как раз вот я специально ее взял, потому что это не пустяк, за этим стоит какая-то, как у бархата, есть глубина. То есть за этим стоит какая-то структура. Например, может вы знаете, или вам приходилось с этим сталкиваться, существовали такие политические деятели, которые считали, что было бы очень хорошо, если бы человек, а они считали всегда, что человек есть предмет воспитания. Вы заметили, во-первых, что Прус не считается предметом, что человек есть предмет воспитания. Для Прус, чтобы человек есть субъект развития, который обречен на то, чтобы совершать внутренние акты. Для того, чтобы в душе его вызвали эквиваленты на его собственный страх и риск. Эквиваленты того, что внешне, казалось бы, уже существует в виде предметов или завоеваний человечества. Так вот, что человечеством людей можно воспитывать тем, если максимально окружить их, например, самыми великими, благородными мыслями человечества, выбитыми на скалах изображенными, на стенах домов в виде изречений, на улицах. Так, чтобы человек жил ежеминутно, смотрел, куда бы он ни посмотрел, везде его взгляд, нацалкивался бы на путь великое изречение. Повторяю, высеченной большими буквами на скалах, написанной на стенах домов, повешенной на улицах, над этими электрическими проводами. И он тем самым формировался бы. Вида в том, что мы и к книгам часто относимся вот таким образом. Для Пруста книга не существует. Почти в том же самом смысле, в каком не существует того содержание, о котором мы с вами должны вступить в контакт. Оно может только возникнуть. В зависимости от ваших внутренних актов. Так вот, книга для Пруста была духовным инструментом, посредством которого я могу или не могу заглянуть в свою душу и в ней дать вызвать эквиваленту. А перенести из книги великие мысли или состояние нельзя другого человека. То есть книга была частью жизни для Пруста. В каком смысле слова? Не в том смысле, что иногда мы на досуге читаем книги. А в том смысле, что что-то фундаментальное происходит с нами. Что акт чтения книги вплетен в какую-то совокупность наших жизненных проявлений, наших жизненных поступков. Того, как будет вариться что-то и окристаллизовываться в какую-то понятную форму. То, что с нами произошло, то, что мы испытали, то, что мы увидели, то, что нам сказано. И то, что мы прочитали. Это вот, так сказать, ну, нечто вроде настроя, но я не предупреждение даже, а нечто вроде такого, как я пытался, вот то, что я сказал, нечто вроде такого удара камертона. Чтобы настроиться. Настроиться на то отношение, которое у самого Пруста было к книгам. То есть и у героя романа было такое. Вы натолкнетесь на такие страницы, где как раз описывается отношение ребенка к книгам. И вот так мы должны относиться к тексту самого Пруста. Он позволяет нам это сделать. Он говорил, что книги, в конце концов, это не такие уж торжественные вещи. Книги не очень сильно отличаются от платья, которые можно кроить и так, и так, и приспосабливать к своей фигуре. Поэтому по стойке смирно перед книгами не надо стоять. Вот мысль Пруста. И наша общая мысль. И вот, поскольку я уже употребил слова «жизнь», то я хочу за это зацепиться. Ну, как я выразил бы основную ситуацию Пруста и той книги, с которой мы должны иметь дело. Вообще-то это роман желаний и мотивов. Только мотивов не в смысле, в психологии есть такой термин «мотив». Ну, имею в виду, что психологическая причина нам что-то делать, вот это называется мотивом. А просто слово «мотив», и я вслед за ним, употребляет в смысле музыкальном. Вот мотив есть какая-то устойчивая нота, проходящая через достаточно большое пространство музыкального произведения. Мотив. Вот поэтому у жизни есть мотив. Есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. Мотив. Этот мотив чаще всего связан с желанием. В одном очень простом вещи. Ведь мы в действительности, если мы призадумаемся, мы ведь являемся в действительности только и только желающими существами. И одно, кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. Но жить в смысле каком? Жить, чувствовать себя живым. Поэтому наши желания есть такие явления, которые позволяют нам чувствовать себя живыми. И это самая большая ценность. У жизни нет ценности вне ее самой. Она сама ценность в этом смысле. То есть не просто, что мы должны сохранить жизнь как физический факт. Мы знаем, что кто-то умер, а кто-то живет. Нет, имеется в виду, что желания, я повторяю, есть такие наши проявления или наши свойства, в которых мы чувствуем себя живыми. И поэтому мы стремимся реализовывать наши желания. Основное наше желание – это жить. А вот жить, оказывается, непросто. Не только по тем причинам, по которым я говорил. Я говорил, что жизнь сплетена со смертью. А там есть очень сложные вещи, стоящие за нашими жизненными актами. То есть стоящие за теми ситуациями, а их очень много, которые обращены к нам требованием только одним. Требованием, чтобы мы со своей стороны совершили внутренний акт.